Всем привет, друзья! С вами Артём и киберспортивный магазин Fofrag. Сегодня мы продолжаем смотреть на гарнитуры Epos. В этот раз мы смотрим на гарнитуру H6 Pro. Ну и пытаемся заодно понять, в чём разница с H3 Hybrid, в принципе, при одинаковой цене и визуально они похожи. Обзор на H3 Hybrid есть на канале, можете посмотреть его по подсказке в верхнюю правом углу, ну чтобы понимать, что и с чем мы сравниваем. Ну что ж, погнали! В первую очередь хочется отметить дизайн, а точнее цветовую гамму. Она сразу намекает на то, что гарнитура дорогая. Изначально мне этот цвет напомнил тот самый British Racing Green. Это зелёный цвет, имеющий свою историю в гонках и который на данный момент используется в британском автомобилестроении, как отличительная черта дорогих, премиальных и зачастую спортивных автомобилей. После этого я нашёл информацию, что Epos сотрудничает с компанией Aston Martin. И тут я, в принципе, уже понял, что походу был прав. Это British Racing Green. И только после этого я посмотрел, что официально наушники в этом цвете называются Racing Green. Вот я думал, что я Шерлок Холмса, а оказалось всё написано на коробке. Но чуть позже я как-то ими попользовался и вот так вот взглянул и кое-что мне этот цвет напомнил. Ну, в реалиях России. Знаете, производители телефонов зачастую обзывают цвета целыми фразами. Мол, космический серый, неожиданный коричневый, загадочно голубой, ну вот и так далее. Лично я бы назвал данную расцветку в России олигарх. Вот просто, просто олигарх. И приятным бонусом было бы то, что гарнитура есть в двух версиях. Открытая и уже закрытая, так сказать, как олигархи. На самом деле такая расцветка мне нравится. Она действительно выглядит приятно, дорого и как-то взросло что ли. Если бы я покупал данную гарнитуру, то определенно в первую очередь целился бы на такое решение. Хотя белая тоже очень сочная и с ней я бы вообще не обломался. У меня, кстати, гарнитура в закрытом исполнении. Что, опять же, ну, как по мне, мне больше нравится. Для тех, кто не в курсе, считается, что гарнитура открытого типа звучит правильнее. Но из-за того, что она открытая, в ней страдает шумоизоляция. Зато респекта от аудиофилов будет, ну хоть отбавляй. Закрытая же гарнитура зачастую имеет чуть более глубокий бас и лучшую шумоизоляцию. Но считается, что звучит она менее правильно. Ну, в общем, вы поняли. Итак, в целом, визуально гарнитура очень похожа на H3. Но если начать сравнивать внимательно, сразу замечаешь, что H6 Pro больше. Это и видно, и чувствуется на голове. Однако, что та, что это гарнитура, сидят на голове хорошо. Конструкция у них схожая, но в H6 Pro я заметил маленький недостаток, который, ну вот, выявляется в ваших руках. На голове это выражается лишь чуть более свободной посадкой H6. Они меньше сдавливают вам голову, если у вас очень большая голова. Мне H3 не давили, эти подавно не давят. Но обе сидят достаточно плотно и не спадают с головы. Выполнено H6 преимущественно из пластика. Это такой приятный на ощупь матовый пластик. Оголовье усилено, понятное дело, металлическими пластинами. Амбушюры по традиции гибридные. Кожзам по бокам и велюр в месте контакта с головой. Оголовье тут полностью из кожзама. Материалы на ощупь, ну вот такие дорогие, премиальные. И в целом сборка на уровне. Также с H3 гибрид гарнитуру роднит съемный микрофон. Он снимается, на его место ставится заглушка, которая в комплекте сразу двеет. Мол, знаете, ну богатые люди, они такие растяпы, ну вот вдруг потеряют. И в комплекте будет еще одна. Кстати, в комплекте помимо заглушек еще есть два провода. Сам же микрофон тут отличается от такового в H3. Да и звучит он получше, как мне показалось. Микрофон тут двунаправленный, на гибкой ножке. Звучит приятно, как можете слышать. И в целом большего от него чего-то не требуется. Для разговоров, стримов, ну вполне подойдет. Вот так он слышит клавиатуру, когда вы говорите. И вот так вот в тишине. Переходим к главному, а именно звук. И это тот самый момент, когда дорожки H6 Pro и H3 Hybrid расходятся. Стоимость одинаковая, но тут четко видно разницу, за что вы платите. H6 Pro позиционируется как гарнитура про звук, а не про универсальность. И сразу скажу, это чувствуется. К сожалению, у меня пока что нет какой-то вот навороченной звуковой карточки, которая даст мне во всей красе раскрыть такого плана гарнитуры. Однако, даже через встройку своего компа, я все равно смог заметить разницу в звучании этих двух гарнитур. Смотрите, H3 Hybrid звучит очень достойно. В ней все слышно, в ней все понятно и все приятно. Однако, H3 Hybrid, она про универсальность. Там есть Bluetooth, там есть Type-C, а значит и встроенная звуковая. Там есть два канала одновременно, то есть вы слышите сразу и Bluetooth девайс, и проводной. В H6 Pro доступно только проводное подключение по миниджеку. И тут все деньги были вложены именно в звук. В данной гарнитуре, так или иначе, слышно больше деталей, больше объема у сцены, сам бас поглубже. Особенно это заметно в музыке, в фильмах и так далее. Позиционирование у гарнитур схожее. В обеих гарнитурах можно стрелять префами по звуку и попадать. В обеих можно поймать обвинения в читерстве. И казалось бы, в игре на этих двух гарнитурах вы равны. Но стоит выйти из игры и включить музыку, H6 вырывается вперед. Опять же, H6 Pro я тестил на встроенный звуковой. Если бы было что-то поинтереснее, разрыв был бы больше. Так, сейчас будет несколько абсурдная фраза. Но именно так я вижу данные гарнитуры. Чтобы было легче понять, забудьте все, что я говорил про звук до этого. И постарайтесь понять мою следующую мысль. Обе гарнитуры универсальные. Вот так вот. Только что я говорил, что H6 Pro не про универсальность. И тут выдал такое. Поясняю. H3 Hybrid про универсальность использования в рамках нескольких девайсов. Захотел, подключил к компу. Захотел по блютуз к телефону. Захотел по миниджеку к Nintendo Switch. И при этом по блютузу в телефоне в дискорде сидишь. Вот такая там универсальность. H6 Pro, она про универсальность в рамках одного девайса. Ну, компьютера в частности. В ней ты можешь с кайфом поиграть. Потом до мурашек по коже послушать музыку. Залипнуть на годный фильм. И абсолютно ни в одном моменте не иметь претензий к звуку. Вот про такую универсальность H6 Pro. Но есть ложка дегтя. Без топовой встройки в комп. Или хорошей внешней звуковой карты. Шансы это прочувствовать близки к нулю. По выводам. Тут есть тонкая грань, которую нужно понимать. Если я говорю, что в H6 Pro звук лучше. Это не значит, что в H3 гибрид он плохой. И это не значит, что в других гарнитурах звук плохой. Слово лучше не делает из одной вещи тыкву. А из другой золото. Надеюсь, вы понимаете то, о чем я говорю. H6 Pro определенно одна из лучших гарнитур. Которые мне доводилось слушать. Но. Да, к сожалению, тут есть это пресловутое но. Так вот. Она одна из лучших. Но в случае, если у вас будет хороший источник. Тут он очень важен. Подключать ее к бюджетному компьютеру. К встроенной аудиокарте. Уже не имеет никакого смысла. Имеет смысл брать данную гарнитуру. Если у вас встройка а-ля Realtek 1220. Или хорошая внешняя звуковая карта. Модельку моей материнки. Можете посмотреть в описании. Встройка тут не самая плохая. И в целом с ушами справляется. Ну, точнее, она дает прочувствовать ту разницу. Кстати, моя встройка умеет. Ну, или пытается определять сопротивление подключенной гарнитуры. Тут она определяет сопротивление. Данной гарнитуры около 40 Ом. Официально здесь заявлено около 30. Размер драйверов тут 42 мм. И получается, что снова размер не имеет значения. Важно, как ты пользуешься этими 42 мм. В общем, в заключении могу сказать, что уши действительно очень неплохие. Однако стоит позаботиться об источнике перед покупкой. Вот как-то так. Постарался не затягивать, но как обычно у меня ничего не получилось. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наши социальные сети. Там много всего интересного. У нас есть Инстаграм. У нас есть Телеграм. У нас есть ВКонтакте. У нас есть Ютуб. Поэтому, если вас нет в какой-то социальной сети, то в любой другой вы можете нас найти. С наступающим Новым Годом! Надеюсь, новогоднее настроение приходит к вам в дом. До Нового Года мы с вами еще не раз увидимся. Поэтому не прощаемся. Я просто говорю вам пока-пока. Ну и по традиции желаю вам топовых девайсов.